Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет Видеопрезентацию «Хрупкая планета Земля» Есть одна планета-сад, в этом космосе холодном, Только здесь леса шумят, птиц скликая перелётных. Лишь на ней одной цветут ландыши в траве зелёной, И стрекозы только тут в речку смотрят удивлённо. Береги свою планету, ведь другой, похожей нету. Исторически человеческая цивилизация противопоставлялась зикой природе. Человек отвоёвывал у природы Земли, проникал в недоступные недра, Покорял недружелюбную среду. Прогресс, развитие и процветание нашей цивилизации Воспринимались полной противоположностью сохранению природы. За долгие 50 лет глобальная экономика выросла в 5 раз, А объёмы торговли в 10. Население планеты удвоилось и составляет почти 8 миллиардов. Цена этого развития – тройной рост потребления природных ресурсов. Три четверти поверхности Земли и две трети океана Так или иначе изменены человеком или находятся под влиянием нашей деятельности. И хотя общее благосостояние выросло в два раза, Всё ещё 1,3 миллиарда человек живут за чертой бедности, А 700 миллионов голодают. Истощение экосистем, утрата биоразнообразия, Загрязнение почвы и атмосферы Не просто вредят природе вокруг нас, Всё это ставит под угрозу наше благополучие. Выгоду от здоровой природы сложно выразить в конкретных числах, Поэтому она часто остаётся за рамками планов и расчётов, Которые ориентируются на финансовые показатели. Однако груз экологических бедствий уже ложится на нас, Пусть не в равной мере. Больше всего от него страдают бедные и развивающиеся страны. Изменение климата приводит к смещению климатических зон И росту числа стихийных бедствий. Деградация экосистем приводит к утрате биоразнообразия, В частности, исчезновению насекомых опылителей. Это угрожает земледелию и продовольственной безопасности. И хотя развитые страны стараются не замечать этих изменений, Скоро проблема возможного голода коснётся всех нас. Цена бездействия намного выше цены любых действий. Выход из этой ситуации только один. Вместо изменения природы мы должны изменить свои отношения с ней. Все попытки выправить положение не показали результатов, Потому что краткосрочные выгоды всегда брали верх. Благополучие всей планеты зависит от способности Земли поддерживать жизнь, Возобновлять ресурсы и поглощать отходы. Построить сбалансированное и по-настоящему устойчивое общество Можно только после системных изменений. Это потребует новых технологий, экономических и социальных подходов. Само мировоззрение, ценности и нормы должны измениться. Пандемия, COVID-19 и последующий кризис красноречиво показали человечеству Ту опасность, которую несёт деградация экосистем. В то же время они и продемонстрировали важность новых взглядов и подходов. Нашу готовность и способность объединяться ради общей цели. Те финансы и силы, которые направлены на борьбу с пандемией, Могут быть направлены и на восстановление после кризиса. И только от нас зависит, станет ли это восстановление зелёным и устойчивым. Ежегодно снимаются десятки документальных фильмов, В которых поднимаются вопросы загрязнения. Показывается работа активистов и защитников экологии. Данные видео выкладываются на просторы интернета, Транслируются по телевидению. Делаются фотосессии, коллажи по проделанным работам на протяжении прошедшего года. Оформляются шокирующие фото, передающие масштабность и критичность вопроса Загрязнения мировых океанов, лесов, гор, рек и природных зон. В вопросы экологии привлекаются политические деятели и владельцы крупного бизнеса. Это даёт возможность получать финансирование для новых проектов, А также создавать и подписывать международные конвенции по вопросам сохранения экологии. Силами экологических организаций практически каждого населённого пункта Проводятся тематические лекции, семинары и занятия для населения. В честь людей, внёсших значительный вклад в сохранение и защиту окружающей природы, Организовываются мероприятия, где выражается благодарность их трудам. В поддержку праздника проводятся акции по высаживанию деревьев, кустарников, озеленяющих зон. Организовываются субботники, массовая уборка мусора. В таких акциях могут участвовать все желающие. Стать помощником планеты может каждый. Ресурсы земли конечны. Изменение климата, потери биоразнообразия, деградация почвы, загрязнение воздуха и воды – это одна комплексная проблема, корень которой в нашем отношении к природе. У нас есть только одна земля. Она очень хрупкая и заслуживает нашей заботы. Спасибо за просмотр. Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова. Редактор субботник А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова